Привет, друзья! Сегодня воскресенье, это значит самое время обсудить события, произошедшие в мире Apple за последнюю неделю. Итак, сегодня в выпуске. Apple может представить iPhone 6C и Apple Watch 2 в марте 2016 года. Microsoft смогла побороть продажи iPad. Apple начала продавать официальные чехлы и аккумуляторы для iPhone и многое другое. Начнем по традиции с не самых значимых событий этой недели. Итак, рубрика новости одним строкой. Строительство нового кампуса Apple идет по плану. Об этом свидетельствуют новые видео со стройплощадки. Уже готовы четыре этажа так называемого космического корабля. Когда строительство будет завершено, здание займет 260 тысяч квадратных метров. Обзаведется многоуровневой парковкой, фитнес-центром площади почти 10 тысяч квадратных метров и специальным залом, где в дальнейшем будут проходить все мероприятия Apple. От WWDC до презентации новых iPhone и iPad. Конечно, не обойдется и без фирменного розничного магазина компании. Ожидается, что кампус будет полностью готов к заселению уже в конце следующего года. Похоже, Apple не собирается останавливаться в обновлении своего сайта. Ранее компания интегрировала онлайн-магазин с остальными элементами сайта. Теперь же обновление получил раздел «Мой Apple ID». Он стал похож на iCloud.com и еще больше упростил процесс входа в учетную запись, а также создание нового аккаунта. По-другому стало выглядеть и окно редактирования Apple ID. На этой неделе Apple начала продажи переходника Lightning SD, стандарта USB 3.0 для iPhone и iPad. Благодаря ему можно легко загружать фотографии и видеозаписи с цифровой камеры на устройство Apple, чтобы просматривать их на дисплее рейтинга и показывать друзьям и близким. Фирменный аксессуар уже доступен для заказа в российском онлайн-магазине по цене 2490 рублей. Ориентировочное время поставки составляет 7-10 рабочих дней. 9 декабря Apple выпустила долгожданные обновления iOS 9.2, OS X или Capitan 10.11.2 и tvOS 9.1. Первая из них лишилась нескольких раздражающих ошибок и обзавелась повышенной функциональностью Safari. Главная фишка tvOS 9.1 состоит в появлении возможности управлять Apple Music с помощью пульта Siri Remote, а установка новой версии OS X избавит Mac от целого ряда багов. 8 декабря в онлайн-магазине Apple появился новый и весьма противоречивый фирменный аксессуар – чехол-аккумулятор для iPhone – Smart Battery Case. Его точная емкость не указывается, но, судя по доступным характеристикам, она составляет 1877 мАч. Аксессуар позволяет разговаривать по телефону до 25 часов, до 18 часов работать в интернете при помощи LTE или еще дольше слушать музыку и смотреть видео. В отличие от многих других чехлов-аккумуляторов, решение от Apple заряжается с помощью кабеля Lightning, как iPhone, а внутри чехла прячутся дополнительные пассивные антенны. И все бы ничего, если бы не цена Smart Battery Case. Чехол доступен в онлайн-магазине Apple за 7690 рублей. За эти деньги можно купить 10 или даже больше внешних аккумуляторов. Так что делайте выводы сами, тем более, что внешний вид у Smart Battery Case, мягко сказать, не очень удачный. С момента появления первого iPad компания Apple безоговорочно лидировала на рынке планшетов, и мало кто мог поспорить с ее успехом. Более того, никто не мог представить продукт, способный конкурировать с iPad. Но, похоже, сейчас у Microsoft это начало получаться, о чем свидетельствует не только интерес к планшету Surface Pro 3, но и статистика продаж в октябре 2015 года в онлайн-магазинах США. По этим данным, Microsoft смогла продать больше планшетов, чем Apple. Доля устройств Microsoft составила 45%, в то время как доля iPad снизилась до 17%. Данные также показывают, что Microsoft лидирует по средней стоимости проданных планшетов. Конечно, онлайн-продажа в США – это лишь небольшой кусочек данных, по которым нельзя составить полную картину рынка. Однако, стоит отметить, что продукция Microsoft сегодня становится все более привлекательной. По сообщениям западных СМИ, Apple планирует провести следующую презентацию уже в марте 2016 года. Ожидается, что на грядущем мероприятии нам покажет второе поколение Apple Watch, а также 4-дюймовый iPhone 6C. По слухам, смарт-часы взведут с весьма значительным набором новых функций. По некоторым данным, в Apple уже давно трудятся над технологиями отслеживания фаз сна и некоторыми сенсорными датчиками мониторинга здоровья. Вероятно, в их числе может оказаться глюкометр для измерения уровня сахара в крови или тонометр для измерения артериального давления. Кроме того, ходили слухи, что второе поколение часов обзаведется встроенной камерой для совершения видеозвонков. Еще один весьма значимый и ожидаемый многими анонс – это iPhone 6C с диагональю экрана в 4 дюйма. Во избежание внутренней конкуренции, смартфон должен получить железо флагманов 2015 года, а именно процессор A9, 2 ГБ оперативной памяти и сканер Touch ID. Что касается внешнего вида устройства, оно, вероятнее всего, получит металлический корпус со скругленными краями и широкую палитру цветов, заняв место наименее популярного iPhone 5C. А на этом все. Ставьте лайки, оставляйте ваши умные комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok